МОСКОВСКИЙ СКИНХЕД Как сообщил представитель Следственного комитета России по городу Москва, 3 апреля на улице Славянский бульвар неизвестно нанес ножевое ранение дворнику, но был задержан очевидцами происшествия и передан правоохранительным органам. Не бить! Не бить! Не надо! Задержанный 54-летний житель Москвы Александр Голованов, который состоял в одной из организаций скинхедов и не скрывал свою неприязнь к людям неславянской внешности. Мужчина также подозревается в убийстве 57-летней Карины Вартановой. Убийство женщины было совершено вечером 2 апреля текущего года. Спустя сутки Голованов напал с ножом на гражданина Киргизии, но был задержан другими мигрантами и передан правоохранительным органам. По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Со стороны правоохранительных органов республики Таджики. Напомним, что только по официальным данным таджикских властей в 2018 году 27 таджикских трудовых мигрантов стали жертвами насильственной смерти. Об этом заявил генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон на слушаниях в комитете ООН по защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей в Женеве. У него вина была 5 лет, что у него сердца нет, у него там дочь, ребенка нет, чтобы как могла убить ребенка. Аналитики отмечают, что масштабы насилия в России в отношении трудовых мигрантов и стран Центральной Азии в первую очередь обусловлены полным безразличием власти этих стран, которые, несмотря на формальный суверенитет, до сих пор находятся под колониальным влиянием северного соседа. Подписанными в ходе государственного визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Кыргызскую республику. На севере страны населенный пункт Ферегат в Сагдийской области хотят переименовать в честь президента Рахмона. По сообщению местного издания Нигахи Халк, межлис народных депутатов Матчинского района рассмотрят вопрос о переименовании села Ферегат на Рахмонобот, а председатель района Акбар Пачозода поддержал данную идею. Глава села Мирзоалим Мирзорахимов заявил, что якобы данная идея принадлежит самим местным жителям, которые хотят поблагодарить Рахмона. Сейчас в нашем населенном пункте есть все условия, есть школа и медпункт, мы обеспечены постоянным светом. Жители в ответ на это и в знак благодарности президенту хотят, чтобы наш населенный пункт переименовали в Рахмонобот. Мы обратились в несколько органов, нам сказали, что будут рассматривать наше предложение, рассказал он. Однако наблюдатели отмечают, что заявление об инициативе со стороны народа звучит крайне сомнительно, а более вероятной версией, по их мнению, является попытка местных властей продемонстрировать президенту свою преданность и лояльность, что в существующих реалиях является лучшим способом продвижения по карьерной лестнице в Таджикистане. Напомним, что в Таджикистане уже есть два населенных пункта с таким названием. В 2014 году по инициативе депутатов Хатлонской области Шуработского района село Навбулок было переименовано в Рахмонобот. Также постановлением Маджилиси Милли, Маджилиси Оли Республики Таджикистан от 3 марта 2016 года в Шугнанском районе Гбао было образовано новое село с таким же названием. Следует заметить, что традиция увековечения своих имен еще при жизни свойственна диктаторам в странах Центральной Азии. Так, например, в Туркменистане в честь прежнего и нынешнего президента, а также их родственников названо множество улиц, населенных пунктов и других объектов. Также и в Казахстане существует множество объектов, названных в честь Назарбаева, а не так давно была переименована и столица страны Астана в Нур-Султан. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нур-Султан. Местонахождение двух узбекских блогеров, задержанных 8 апреля, до сих пор остается неизвестным. Тулкин Астанов и Рустам Карим пропали 8 апреля после того, как посетили Духовное управление мусульман Узбекистана и провели там беседу с Абдул-Азиз Мансуром. В официальном сообщении у МВД города Ташкента говорится о задержании Рустам Карима и Тулкина Астанова по статье 183 «Мелкое хулиганство» и статье 194 «Неподчинение требованиям сотрудников полиции» Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности. Целью визита блогеров в Дум-У было обсуждение проблемы посещения учебных заведений девушкам в хиджабе. После выхода из Духовного управления мусульман Узбекистана блогеры в прямом эфире в соцсети Facebook рассказали о содержании своей беседы с заместителем председателя Думу Абдул-Азиз Мансура. По их словам, они попросили Думу не оставаться в стороне от проблемы, которая остро волнует жителей страны, проявить свою исламскую позицию и защитить честь мусульманок и их обязанности на ношение хиджаба. Также они рассказали, что Абдул-Азиз Мансур подарил им книгу «Перевод смысла в Коран», автором которой является сам. На следующий день после визита блогеров Думу на своем сайте сделала публикацию по этому поводу, где в частности говорится, что они неуважительно отнеслись к сотрудникам Думу. Также Рустам Карим, устроив прямую трансляцию в социальной сети Facebook, озвучил оскорбления, порочащие достоинства руководства Думу. Напомним, что Тулкин Астанов в августе прошлого года наряду с несколькими другими блогерами, выразившими протест по поводу закона, запрещающего посещение девушками учебных заведений в хиджабе, был подвергнут административному аресту на 10 суток. После освобождения ему, как и остальным задержанным блогерам, был наложен запрет на пользование соцсетями. Что касается второго задержанного Рустама Карима, который недавно был возвращен в Узбекистан польскими властями, то он принимал активное участие в освещении судебного процесса по иску Луизы Муминджановой против Комитета по делам религии при правительстве Узбекистана, Духовного управления мусульман Узбекистана, Министерства образования Республики Узбекистана и Исламской академии. Субтитры создавал DimaTorzok